о которых только что рассказал нам уважаемый Сергей в предыдущей презентации, были воплощены, были использованы на конкретной практике конкретного клиента и помогли ускорить его бизнес в пять раз или более. Ну и, конечно же, расскажу о том, какие ошибки бывают при оптимизации, при автоматизации бизнеса, при внедрении автоматизирующей системы. Что ж, итак, подскажите, пожалуйста, друзья, меня слышно? Может быть, плюсики подставить? Все в порядке? Ну, я надеюсь, что все в порядке. И так, и я бы хотел прежде всего задать вопрос, может быть, вы напишите в чате, я буду очень благодарен. Расскажите, кто вы, то есть вы директор крупного предприятия или же у вас небольшой собственный бизнес, да, который только начинает развиваться, у вас уже есть автоматизирующая система, или вы только-только начали изучать этот вопрос, да, пока что первые шаги в этом направлении. Пожалуйста, поделитесь информацией, если это возможно. Ну, немножечко о нашей компании. Мы работаем уже с 1997 года. Мы работаем как над разработкой серьезных, да, в том числе и небольших интернет-проектов, да, на основе веб-технологий, так и, естественно, внедрением оптимизации бизнеса и техподдержкой на основе, с помощью продукта Bitrix24. И работаем мы, как я уже говорил, и с маленькими компаниями, и по маленьким вопросам, да, там, небольшим каким-то оптимизациям, так и с достаточно серьезными, ну, в общем-то, гигантами современного бизнеса по достаточно серьезным процессам, достаточно серьезным задачам. Итак, ну, немножечко тоже вкратце мы участвуем, естественно, в выставках, мы их организуем и позволяя, есть возможность, да, посетить многие из наших выставок, многие из наших выступлений, конференции бесплатные. Можете уточнить эту информацию, написав нам на почту, мы обязательно подоставим некое расписание, да, если вам будет интересно. И немножко поподробнее о чем сегодня расскажем. Расскажем о том, как изначально работал клиент, наш конкретный клиент, ну, я не буду называть его имя, название компании, но пишу, как бы, в таких вот для понимания чертах его деятельность, и, возможно, многие из вас узнают в нем, в том, как происходила его работа с себя. Расскажем, как Bitrix24 на самых начальных порах уже очень серьезно помог нашему клиенту оптимизировать свой бизнес, а также о том, как, когда к работам были подключены мы, да, то есть профессиональный подрядчик, это позволило раскрыть потенциал Bitrix24, его, как бы, потаенные или широкие возможности по оптимизации бизнеса. Ну, и, конечно же, озвучим какие-то советы, как имеет смысл внедрять систему, и как имеет смысл ее не внедрять, то есть какие ошибки могут быть, какие ошибки не надо совершать. Ну, и, конечно же, в конце будет информация про небольшой бонус от нашей компании. Итак, как вы считаете, ускорить рутинные операции в пять раз – это возможно, это реальность? Ну, я думаю, сейчас все уже понимают, что с современными технологиями это возможно. И расскажу это на конкретном клиенте. Наш клиент, тот самый кейс, о котором я рассказываю, это серьезная компания с корнями из Европы, да, то есть с заграничными корнями, она была учреждена, соответственно, вот в указанных странах. Географию общую работы этой компании вы видите справа. Также вы видите определенные там финансовые показатели. Это все как раз открытая информация, то, что нам дозволено, в принципе, было показывать. Имеет, соответственно, офисы продаж в России, Украине, ну, где-то примерно с 2000 года. И также эта компания занимается производством. Производством чего? Труп и вообще различных коммуникаций для самых разных сфер. То есть это начиная от аэропортов, от нефтянки и продолжая какими-то, ну, тоже строительными такими моментами, да, серьезными. В том числе какими-то более простыми вещами, там, колодцами, там, и так далее, и так далее. Все, что можно так или иначе представить в форме трубы, в форме какого-то такого вот соответствующего элемента. И, да, это у нас представлена продукция компании. Ну, собственно говоря, здесь вы видите варианты. Далее вы видите, естественно, различные компании, которые являются уже клиентами нашего клиента. Как видите, достаточно крупное производство, да, на всех уровнях, на всех сферах жизни. Итак, что же было в начале данного клиента? Представьте, значит, где-то, соответственно, вот этот вот 2000-2006 год, все клиенты и задачи, и проекты у нашего клиента хранились в Excel-файлах. Это два, две компании-партнера, да, два как бы офиса в разных регионах России, достаточно географически удаленных друг от друга. Это центр и, по-моему, где-то там северо-восток, если я не ошибаюсь. Но суть в том, что они действительно были удалены друг от друга. И еще и головные офисы, и еще и, очевидно, производство до появления завода, да, где-то там за границей. Соответственно, офисы работают, да, как бы собирают заказы, обеспечивают их доставку, должны как-то взаимодействовать друг с другом, да, возможно, центральный офис получает заказы для вот этого удаленного регионального. И как они взаимодействуют? С помощью Excel. Представьте, что это такое. То есть где-то нужно передать какие-то задачи, нужно передать информацию о клиентах, нужно передать обновление о номенклатуре, которая нужна клиенту, в другой офис. Нужно подать все это наверх. И все в Excel. Это правда было именно так. Мне это лично, собственно, представитель клиента, уважаемый Алексей, рассказывал. И как быстро это происходило, как это происходило, что это такое в Excel, да. То есть Excel, по-видимому, раз в какое-то время, да, то есть это офисы с определенным количеством сотрудников. У каждого своя информация. Они подбивают Excel. На то время еще адекватного онлайн Google, там, да, Google Docs, позволяющего работать с Google Documents, не было. Значит, соответственно, эти Excel передавались по почте. И при получении такой Excel-ки ее нужно было собрать воедино, значит, сравнить существующих клиентов, да, найти и сопоставить. Это все с помощью, ну, глубоких и шикарных возможностей Excel, конечно же, делалось. Хотя я уверен, что не без ошибок. И, естественно, это было крайне неэффективно. Обновление информации шло раз в несколько дней в лучшем случае. Это в самом лучшем. А далее, что было еще не так? Что было самое сложное? Вот представьте, сотрудник уволился. За ним большое количество каких-то компаний, да, объектов, дел. И все эти дела, все эти задачи нужно было передать другому сотруднику. И это, по словам нашего клиента, было самой огромной, самой серьезной проблемой вообще. Значит, что делалось, да, каким образом решалась эта проблема? Ну, прежде всего, было понятно. Самое главное – собрать воедино и в единое онлайн доступное пространство все задачки всех клиентов. Чтобы это пространство было доступно всем сотрудникам, ну, с определенными ограничениями по правам, да, чтобы в любой момент эту информацию можно было поднять. И дальше уже, естественно, там и отчеты, и все-все-все, но это было основное. Решили попробовать Bittrex 24 практически в тот год, да, когда это программное обеспечение появилось на рынках. Это было примерно в 2012 году, если я не ошибаюсь. То есть уже, да, представляете, сколько компания работала вот так вот через Excel. Они, конечно, намучились. И с чего все началось? Сначала организовали орг структуру. Орг структура, я припоминаю, вот эта вот визуальная форма, которая здесь представлена, она здесь, естественно, демо, потому что мы не можем орг структуру реальную нашего клиента показывать. Но, тем не менее, она выглядит вот так. Она позволяет наглядно сотрудникам увидеть, кто в каком отделе работает и сколько и каких вообще этих отделов, да, кто там за границей, кто там здесь, кто в центральном регионе, кто, собственно говоря, в удаленном регионе. И обратиться к соответствующему сотруднику, написать ему хотя бы в чате какой-то вопрос, оперативно решить какую-то проблему, уточнить что-то по заказу, да, потому что при клике в орг структуре мы можем сразу же открыть удобный чат. Дальше. А что дальше стало использоваться? Есть такой функционал, это все, естественно, базовое, с самого начала появившиеся функционалы в Bitrix24. Есть такой функционал, как бы групп проектов Bitrix24. Сначала клиенты начали использовать задачки. Естественно, клиент начал использовать задачки. Соответственно, сотрудники начали обмениваться задачами, ставить их друг на друга, ставить ответственных сроки. Благодаря этому у них структурировалась работа, порядок появился, да, сроки стали видны. Когда срок виден, это уже определенная ответственность. Когда есть ответственный, уже понятно, с кого спрашивать. Эти задачи группируются в единый проект, в единое пространство по каждому там клиенту с помощью как раз тех самых групп. Благодаря вот тем технологиям, тем интерфейсам, которые создал Bitrix24 для нас. Дальше. Рядовые менеджеры клиента, ну и, собственно, и руководители тоже, стали активно пользоваться уже мобильным приложением. То есть, когда они едут там в поле, что называется, да, выяснять, какие коммуникации нужно проложить, да, сколько и так далее, общаться с клиентом, взаимодействовать, или просто едут из дома на работу, срочный вопрос, помогает мобильное приложение. Вот это все действительно начало помогать. А потом, уже позже, я напомню, в Bitrix24 появился такой функционал, как CRM, и его тут же тоже начали использовать. Внесли клиентов, внесли, собственно, ну, базу сделок, да, начали идти, то есть пошли по сделкам. Значит, стали использовать отчеты по сделкам, фильтры, да, то есть находить оперативно клиентов. Сейчас я посмотрю, да, я случайно, прошу прощения, пропустил один слайд. Для сделок расписали порядок работы, тем самым упорядочили работу в компании. Как видите, это на самом деле реальный, как бы, порядок сделок, базовый, одно из воронок нашего клиента. Значит, про фильтры отчета я уже рассказал. Что стало после перехода на Bitrix24, после вот этих вот всех вещей, которые я уже расписал? Стало удобно переключать ответственного от увольненного, причем поэтапно, по очереди, постепенно вводя в суть задач. И, вы знаете, вот даже мы специально по этому вопросу, по вопросу передачи дел от компании к, собственно говоря, от уволившегося ответственного к другому ответственному, да, сейчас актуальному, да, создали специальное приложение смены ответственного, которое позволяет разом передать определенное выбранное количество компаний со всеми, всеми подчиненными контактами, делами по контактам, делами, там, связанными с самой компанией, сделками, делами по сделкам, счетами, коммерческими предложениями, потому что наши клиенты реально этого просили, чтобы такое приложение было. Мы его реализовали. Оно позволяет... Почему? Почему такая ситуация нужна была? Почему ее необходимо было реализовать? По следующим причинам. Уволился человек, который занимался, ну, на своем уровне, именно серьезными проектами, серьезными компаниями взаимодействовал, и их у него было по тысяче. Это я уже немножко другой даже кейс рассказывал. Один... То есть, есть возможность передать эти компании одному человеку, который тоже готов заниматься именно серьезными процессами, да, серьезными сделками, и другому человеку, который готов заниматься сделками, ну, такими небольшими, там, под 100 тысяч, там, и так далее. И вот часть компаний относится к первому варианту, да, серьезные сделки, там, под миллионы и так далее. А часть компаний к другому. У нашего вот клиента, который непосредственно сказал, что мне это очень нужно, было на одном из людей порядка тысячи компаний. Ему нужно было их передать вот с таким разделением. 100 компаний конкретных в одно место, 900 со всеми-всеми делами, всем-всем-всем другому ответственным. И благодаря нашему приложению это было сделано. То есть, и понимаете, в чем штука? Bittrex 24 реально позволяет вот такие специфичные моменты, которые не сразу-то вроде бы в бизнесе углядишь, тоже реализовать силами партнеров в том числе. Ну, и сам постепенно тоже все-все-все такие тонкости учитывать начинает. Так вот, наш клиент, да, который занимался коммуникациями, действительно получил эту возможность переключать ответственность, быстро передавать дела. Представляете, что это такое в Excel передавать от одного другому? Получил возможность работать именно с проектом, отслеживать историю проекта, да, задачи все в рамках определенного проекта. Это, естественно, хранение информации по клиенту, да, понимание его запросов, что ему раньше требовалось, что ему в будущем требуется. Какие-то позиции явно могут быть повторными, то есть, соответственно, чтобы их дублировать, да, в заказе, а не с нуля там как-то забивать. Вот это все данная система сразу позволила. И также появилась возможность формировать более удобные отчеты. Ну, раньше по Excel тоже их можно было формировать, но представьте, насколько это было неоперативно, да, представьте, насколько это не точно. Ты сформировал отчет за позапрошлый месяц, а за прошлый еще не успел, потому что за прошлый тебе еще, вот сегодня, допустим, да, к, там, допустим, десятому числу еще не прислали, коллеги еще не успели собрать всю информацию и поделиться ей. Так, и как следствие, я конкретно спрашивал представителя нашего клиента, Алексей, да, ну, подскажите, вот даже на этом этапе Bitrix24 позволил вам, вы можете четко сказать, что, ну, в 10 раз ускорились вот эти вот процессы передачи информации, да, там, процессы взаимодействия с друг с другом в компании? Он сказал, ну, насчет 10 раз прям вот не могу 100% сказать, но точно больше, чем в 5 раз скорость обработки, да, то есть если раньше она там 5 дней составляла, то сейчас тот же день можно отчет получить и так далее. И так по многим очень процессам это ускорилось. Дальше. Но это, собственно говоря, наш клиент настраивал буквально своими силами, и вы тоже сможете это сделать. А дальше захотелось большего. Смотрите, значит, хочется что? Хочется, чтобы уведомления клиентам автоматически приходили. Хочется, чтобы, значит, автоматически создавались партнерские компании. Я уже сейчас не буду подробно это расписывать. Распишу лучше третий момент. Значит, автоматическое добавление заказа с большим количеством позиций. По уведомлению клиентам. Что? СМС-ки автоматически на каждой стадии стали отправляться, да, клиентам. Уведомления. На самом деле много кейсов, в том числе там авторассылка, значит, айдишников сделок по системам партнеров клиента, да, с целью, чтобы они эти айдишники заполнили, и их автоматические системы возвращали в нашу CRM обратно письма с этими айдишниками в теме, благодаря чему их письма четко привязываются прямо к их сделке, даже если сделок открытых параллельно много. Вот такую штуку мы организовали. Автоматическая отправка вот этих кодов с помощью роботов. Кто немножечко с Битрикс24 взаимодействовал, тот, наверное, поймет, что очень удобно, когда в сделку возвращается именно в ту самую письмо, особенно если сделок у вас много на одного и того же клиента. Такое бывает. И вот какой момент. Автоматизация, добавление дилерам заказа с большим количеством позиций. Это что такое? Это, представьте, соответственно, как было. Дилеры, партнеры нашего клиента, да, собирали информацию, что там нужно вот 100 труб таких, 100 труб всяких и так далее. В некий прайс в Excel, прайс такой позиции на 200. Там шаблончик Excel с автоматическим расчетом суммы. Вот, по каждой позиции есть цена и столбец количества. И вот они вписывают это количество в Excel, заворачивают этот Excel в почту и отправляют нашему клиенту. А дальше что происходит? Бедные менеджеры нашего клиента распаковывают этот Excel и начинают эти позиции в Bitrix24 бивать в качестве товаров. А позиции выбрано за раз, может быть. Ну, помимо того, что там количество такие нормальные, цены хорошие, да, вот умноженное особенно на это количество, позиции может быть, ну, выбрано там 40 в одном запросе, да, вполне. И вот это 40 позиций, 40 товаров нужно вбить. И именно Bitrix24 с помощью такого волшебного инструмента, как REST API, да, внешний API позволяет работать со своими внешними, со своими данными во внешних, как бы, обработчиках. И у нас была задача сделать все это дело, ну, вот, собственно говоря, вот этот список бизнес-процессов, который мы организовали по вышеперечисленному. Я сейчас хочу перейти, да, это пример, вот, бизнес-процессов уже в виде схемы, которую мы организовывали, и как решили задачу с дилерами. То есть у нас была задача сделать для клиентов, для партнеров клиента, да, все это дело достаточно удобным и в привычном им интерфейсе, и быстро, типа того, и недорого. Вот. Как вышли из этой ситуации? Да, еще унифицировано, чтобы поля определенные, да, были, собственно говоря, заполнены клиентом сразу, да, чтобы ничего не забывалось. Как вышли из этой ситуации? Взяли стандартный функционал B324 CRM-форма, внесли туда все данные и возможность вложить экселечку, там, ну, CSV, Excel прямо в качестве одного из полей этой CRM-формы. Как только форма отправляется, создается, то есть эта форма, соответственно, создается с лидом, или же она привязывается сразу же к существующей сделке, и этот файл, Excel, попадает, ну, помимо всех остальных данных, которые тоже обновляют сделку или добавляются в качестве лида, файл попадает в конкретное поле. Как только у нас система по событию изменения, там, сделки или создания лида, чувствуют, что файл появился, да, происходит обработка вот этого Excel и создание позиций товаров с помощью внешнего обработчика. Для партнеров удобно, привычно, потому что это все тот же Excel и просто удобная форма, через которую они заполняют данные. Для нашего клиента удобно, их менеджерам не нужно корячиться там часами, просто часами забивая эти товары в битрикс24. Соответственно, удалось исключить вот эти вот постоянные трудозатраты на множественное внесение данных, удалось исключить постоянные трудозатраты, да, тоже трудозатраты на уведомления клиентов, и таким образом объемные рутинные процессы, да, вместо десятков минут на каждую сделку, десятков минут на каждую сделку, там, ну, не могу сказать прям ежедневно, но в процессе каждого изменения это минимум было десятков минут, понимаете, да, 40 товаров забить, это не так быстро, нужно все выбрать. Да, ускорить рутинные операции благодаря битрикс24 и благодаря особенно какой-то профессиональной помощи со стороны партнеров компании 1С битрикс24, ну, например, нас действительно реально. В пять раз, в сто раз тоже возможно. Немножечко еще. Хочу, да, хочу успеть. Да, 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 значит, меня просят поскорее список ошибок. Смотрите, друзья, я не буду тут останавливаться на таких очевидных вещах, то есть есть Excel, есть документы, гораздо удобнее использовать систему. Мы не можем все рассказывать, да, про наших клиентов, не можем там глубинные прям процессы рассказывать, но кое-что расскажем. То есть автоматизация производства – это то, чем мы занимаемся, да, внедряем автоматизирующую систему. Вот как вы думаете, дорого это или дешево? На самом деле это может быть дорого, а может быть недорого. Главное, чтобы автоматизация такая быстро окупалась. Для компании, которая только начинает, у нас есть специальное, недорогое и быстрое решение – пакетное внедрение. Благодаря ему вы сразу же можете начинать работать с битрикс24, с автоматизированной системой, не теряя клиентов, накапливая базу и накапливая дела, задачи по этим клиентам, историю по ним. И сразу в процессе работы вы будете понимать, что может система еще дополнительно к этому, и что хотелось бы улучшить из имеющегося. И тогда уже, соответственно, обращайтесь к партнеру за более серьезной доработкой и уточнением. Можно ли как-то подготовиться к внедрению битрикс24? Коллеги, если интересно, делайте скринчики, да, сейчас там и так далее, и так далее, потому что я буду сейчас по возможности быстро пролистывать. Самое главное, самое-самое главное – это вы должны понимать, что вы, как руководители, принимаете там задачу не рядовую, а именно задачу, которая меняет весь ваш бизнес целиком, меняет или улучшает, будем так говорить. Олег, я вклику на секундочку, две минуты, если что, потом у нас вопросы. Да, спасибо. Самое главное, я скажу, что необходимо, чтобы директор принимал непосредственное участие в внедрении, заинтересованность хотя бы. И, конечно же, нужно обучать пользователей, нужно идти от принципа сначала пряник, потом к нут. Если руководитель не умеет управлять компанией, нужно понимать, битрикс24 ему не поможет, но вы-то все умеете, нужно как бы разумно принимать решения и не торопиться вбабахивать весь битрикс со всем-всем функционалом завтра и заставлять своих сотрудников делать такое внедрение. Это самое главное. А такое бывает, на нашей памяти такое было. Сотрудники пугаются, не хотят пользоваться, потому что есть явные причины, связанные с этим вопросом, и начинают даже саботировать. Задача руководства – заручиться поддержкой лояльных сотрудников и грамотно, без истерик, репрессий, разрулить ситуацию. То есть лояльные сотрудники начиняют своих подчиненных, основное руководство, начиная своих подчиненных, постепенно мотивировать на переход битрикс24. И делать это надо постепенно, начиная либо с простых вещей, либо там чат и орг структура, либо наоборот с CRM. Тоже вариант, который будет удобен для вашего бизнеса. Бороться с саботажем можно по-разному. Но еще раз, самый правильный вариант – это делать все разумно и заранее перестраховаться, пообщаться со своими сотрудниками, продумать весь бизнес, не торопиться, разъяснить важность внедрения, поощрять использование системы, совместно обсуждать сложившийся результат и совместно обсуждать, что будет дальше. Благодаря этому у вас будет успешное внедрение. Вы, если раньше не пользовались системой, сможете действительно видеть уже результаты, сможете начать считать вашу прибыль, ваши действия, эффективность вашу. Либо, если у вас уже все это считалось, вы увидите, что после оптимизации, после внедрения серьезного с помощью, собственно, профессионалов, увидите серьезное повышение эффективности. И у вас будет вот самолет. Это информация о нашем пакете внедрения. Эта информация, буквально еще секундочку, первым десяти слушателям, приславшим сейчас письмо с темой бонус, да, подарим индивидуальную консультацию по CRM, по внедрению, бесплатный экспресс-аудит и составим подробный расчет стоимости внедрения. Ну, при покупке мы также бесплатно дарим сам пакет внедрения вот этого базового CRM. Что ж, проанализируйте свой бизнес и, возможно, что-то из того, что сейчас рассказали, поможет уже и вам. Спасибо. Пусть у вас будут довольны и лояльны клиенты. Если есть вопросы, пожалуйста. Олег, спасибо большое. Три минутки у нас есть на вопросы. Первый вопрос. У меня стоимость часа работы вашей компании. Может ли вы ее озвучить? Вообще, коллеги, у нас достаточно гибкая система взаимодействия с нашими клиентами, но стандартные расценки у нас таковы. От 2,5 до 3 тысяч рублей в час. Спасибо.